В 2003 году в Мордовии появился новый спортсмен. Пес по кличке Тоби проявил неожиданный интерес к любимому спорту своих хозяев – горным лыжам. К сожалению, Ютьюба тогда еще не было, а Тоби мог бы стать популярным на весь мир. Мы его уже маленьким щеночком взяли. Мы сюда приезжаем, и он, ну и мы. Наверное, по-другому он не представляет, как здесь время проводить, как за нами бегать. Только и всего. Бывало, что его иногда лыжи стукнешь, нечаянно зацепишь или палкой. Бывает такое. Ну, взвизнит. Казалось бы, должен перестать бегать, все равно бегает. Как все-таки правильно назвать тот вид спорта, которым он увлекается? Наверное, гонялки. Год спустя в Мордовии вспомнили о самом популярном крейсере «Варяг». Как оказалось, в историческом морском сражении принимали участие и уроженцы Мордовии. Часть памяти о легендарном крейсере хранится в Мордовии. Как говорят историки, несколько уроженцев республики воевали на «Варяге». У нас есть некоторые сведения. В частности, вот уроженец села Дубенки, матрос. К сожалению, я сейчас не могу назвать фамилию, но, вероятно, это можно узнать у жителей самого села. И потом один унтер-офицер, житель Посопа. Вот у нас где-то его фамилия зафиксирована, и даже небольшой дневник его сохранился. Вот один из наших студентов нашел. В этот же день вспоминали великого поэта Александра Пушкина. Оказалось, в Мордовии проживала часть его семьи. И появился даже туристический маршрут. Ковылкино, деревня Маревка, Большое Болдино. Галь, а вот кто такой Пушкин? Ты знаешь? Да. Кто? Великий русский поэт, он писал в стихах сказки. Лукоморье, дуб зеленый, золотая джебь на дубе том. Днем и ночью ходь, кот ученый, все ходит по себе кругом. Два года спустя Пушкинский дом отмечал столетие. Если дети и взрослые наизусть знают стихи великого поэта, то об истории его смерти помнят смутно. Назовите имя его убийцы. Дантес? Эдмон Дантес? Эдмон Дантес? Да, Эдмон Дантес. Ну, я думаю, что да. Павун Дантес. А кто такой был Дантес? Павун поэт? Точно не знаю. А чтобы помнить историю, в 2010 году Мордовия стала пилотным регионом по созданию ресурса, объединяющего все музеи России. Например, музей Эльзи встал на путь технологического развития. Конечно, у нас и улучшится техническая оснащенность наших фондов, потому что для этого необходимы хорошие компьютеры. И, конечно, вот это программное обеспечение, которое, в общем-то, очень дорогое. Вот, и появятся те необходимые сканеры, которые могут сканировать вот это объемное трехмерное изображение тех экспонатов, которые как бы не в плоскости, а уже в объеме. И я думаю, что мы все только приобретем очень многое от этого. Вот таким разным было 10 февраля в разные годы. С вами была наша ностальгическая рубрика «Этот день тому назад». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова